Приветствую, уважители сказочного королевства на канале Played Home И также в нашей замечательной игре под названием Foundation Продолжаем мы с вами ее прохождение и, естественно, наше строительство Ну вот мы с вами с чего должны начать В первую очередь я закрываю иммиграцию в нашу с вами страну В наше с вами королевство По причине того, что надо удовлетворить все нужды тех, которые уже имеются Также мы должны будем с вами сейчас достроить наши молочные фермы Правильно? Да И дальше у нас идет процесс производства из молока Это сыр Нам потребуются сыровары 300 монет это все дело у нас будет стоить Но мы их чуть попозже поставим Только после того, когда уже поймем, как у нас нарисуются дорожки И наши товарищи это все здесь могут протоптать По поводу производства еды У нас как раз-таки тут находится Некая уже подготовка И даже, да, я бы сказал, завершение наших ферм Возьмем лесоруба Одну, наверное, хатку А, нет, возьмем так вот Раз и вот так вот два Два их добавим Для чего? Для того, чтобы можно было выкосить абсолютно всю вот эту территорию Позже мы, естественно, отсюда их снесем И тем самым перекинем их уже на соседнюю территорию Где у нас как раз-таки они все и добывают Это мы убираем А добывают, кстати, они у нас как раз-таки вот тут, насколько я помню Правильно? Правильно Давай-ка, наверное, сразу расширим Вот эту сузону И то же самое отдадим еще под лесопосадку Вот в этом месте Правильно? По-моему, да Также хочу в дальнейшем перенести Это, кстати, не помню кто Но из вас как раз-таки писали в комментариях С просьбой отсюда убрать всю добычу дерева И производство древесины Мы потихонечку удалим Наши с вами лагеря Потом, соответственно, перенесем отсюда лесопилки Склад И, соответственно, здесь мы с вами что сделаем? Правильно Построим таверну Которая у нас как раз-таки с вами уже исследовалась Ну, открываем подряд сейчас все Что у нас тут в вами имеется, бонус к торговле, это святое Единственное, что обратило внимание Какой, мать его, бонус к торговле Может быть у других наших с вами влияния Ладно, народ Да, я понимаю, что здесь народ Для них торговля Они сами, по сути, торгуют Но какой бонус к торговле может быть у короля Ну, хотя, ладно, даже согласен У него может быть бонус к торговле Но, по идее, у него должен быть бонус Как раз-таки к атакам, к нападениям, к защите и так далее И вот, что мне максимально непонятно Это бонус торговли около нашей церкви Под влиянием, точнее, церкви Наоборот бы, это было бы классно Если бы здесь не торговля была А религия какая-нибудь Те же самые наши церквушки, часовни Они нам дают 20 верующих С бонусом давали, ну, предположим, там 25 Это было бы классно Это было бы логично И это было бы... Блин, это просто было бы, понимаешь? А так получается, что у нас все сводится к этой торговле Слушай, кстати, по поводу торговли У нас что там по прибыли? 841 Ну, пока вроде нормалды держимся А также у нас Можно будет открыть пути За 20 хлеба У нас хлебка в бруде есть, но... А что мы будем продавать? Мы будем продавать Виноград, булку Ну, кирпичи, кстати, можно продавать Оружие Ну, такой себе Вот, нам потребуется 20 одежды надо Да, не хлеба, а именно одежды Мы тогда сможем продавать руду Кстати, слушай о руде У нас большое количество идет перерасход Ресурсов в виде дерева Поэтому мы отсюда на руд увольняем И в этой точке мы закрываем пока временное производство Пускай у нас будут с вами дополнительные люди Ну, а после уже... О, смотри, кстати, вот они и дорожку нарисовали Сразу мы здесь поставим с вами одну сыроварню нашу Где она находится? Мать ее, боже, не вижу тебя Вот ты, сыровар, блин И как тебя поставить? Тяк-няк-няк-няк Слушай, ну красивее, наверное, будет вот так, да? Тем более, здесь тоже у нас имеется вход Прямо здесь на развилочке Тут у нас с вами будут гулять коровки и все остальное Будет прям бомбезно Ну, вот почему я так и по голове нарисован Слушай, кстати, по поводу нарисовано У нас сколько людям не хватает веры? Не хватает веры 47 человек Давай-ка мы с вами, знаешь, каким образом поступим? Во-первых, жилую зону разместим дополнительную вот в этом месте Прямо около замка здесь будет, ну, сверх религированные ребята жить Мы с вами, да? Здесь, короче, это будет территория для подписочек Для подписота, ненавижу это слово Для друзей, подписчиков и для зрителей Вот так вот, да? Это как раз-таки для нас с вами будет территория Ну, тут будут жить совсем простые люди Но здесь, как бы, те, кто чуть побогаче Вот, дальше Мы для нас с вами, естественно, сделаем отдельную часовню Ну, а это будет все в таком, знаете, достаточно простом базовом уровне Только по той простой причине, что Ну, здесь, наверное, нет смысла изгаляться И сделаем что-то типа вот такого, наверное, да? Начать строительство И еще одну часовню Дабы наши ребятки недалеко бегали Я вот давно уже приметил местечко Хочу построить в этом месте Сейчас покажу, где Так, господи, где она находится? Вот часовня Основание Мы бахнем ее прямо вот в этот угол Далее мы ставим абсолютно какую-нибудь обычную дверь Давай пробуем ее в уголку А не при башкоре шпандорить Вот здесь, да? И поставим деревянную перестройку Я, на самом деле, раньше как-то заморачивался Подгонял как-то А то он понял, что Как раз-таки вот именно хаотичное набрасывание На все эти постройки Придает некой уникальности А то у нас Некоторые с вами церкви, ну, просто дубликаты, да? То есть спереди вход, сзади труба И все по стандарту Единственное, что не по стандарту Это вот эта хрень у нас была И то она больше похожа не на церковь Хотя, ну, слушай, здесь какой-то обряд происходит Смотри, у нас кресты реально в воздухе Причем на фиг знает какой высоте Или так Не знаю, с чем это связано И их обратно не переставить Все, это мы занимаем строительством Это мы сделали Двадцать... А, уже семьдесят человек Серьезно? Так, ладно, у нас не хватает веры и одежды Давайте это сделаем вот так Мы здесь построим еще один мостик дополнительный И вот в этом месте еще сделаем мостик, правильно? И для них сейчас бахнем как раз-таки наш дополнительный Хотя, стоп, а нахрена нам здесь его делать? Не, ну она здесь будет смотреться Она будет реально смотреться здесь, да Часовня Мы возьмем вообще малюсенькую Как-нибудь, наверное, вот под таким углом Далее Сделаем обычную деревянную башенку, наверное, вот в этом месте она Здесь будет симпатичней Чуть-чуть повыше ее сделаем И дверь Дверь мы сделаем как раз-таки из сена Давно я вот все хотел попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть Нет, все-таки, наверное, вот здесь как раз какие-то самые варианты, да Лучше стоять ее спереди По-другому это будет просто убожество Так, довольство у нас 85, 86, 44 Людям не хватает одежды По поводу одежды, гайз Короче, следующая тема Такое ощущение, что у нас какой-то тут, я поймал, лютый баг с этой сраной шерстью Почему? Потому что они нихрена не хотят ее здесь производить Эти сраные овечки Может быть их надо как-то больше загрузить Я даже не понимаю То есть они вроде ее делают, но вроде как бы и нет Но из той же самой причины, поэтому, наверное, мы удалим одну востройку Конкретно вот эту, да Во-первых, освободим нам новых людей У нас притока гаража нету И мы также удалим еще, наверное, производство Точнее, производство, вот Портной, да? Да, удаляем его С того местечка Тем самым, кстати, здесь может быть У нас может поместиться кто? А, у нас здесь и так зеленая зона Ну, значит, здесь кто-нибудь построится Это по-любому А чтобы, кстати, у нас построились наверху Нам, наверное, потребуется еще колодец поставить где-нибудь А мы сделаем круче Мы жили там, мать его, да? А раз так, значит, у нас будет с вами Вот так вот И вот так вот У нас будет три колодца Отлично С этим мы тоже разобрались Что у нас там сыровары? Готовится? Готовится После того, как наши ребятки здесь все повырубают А, кстати, уже, смотри, вырубили, да? Назначаем на максимум Сюда Вот После того, как они здесь все вырубят Естественно, мы эти два лагеря удаляем И перенесем два лагеря Один здесь, другой здесь И третий мы где-нибудь бахнем тут Кстати, слушай По поводу бахня Раз мы два построили Значит, мы диалитически можем потихонечку Здесь нам один удалить Для чего? Для того, чтобы у нас как раз-таки появились новые ребята Которые могут работать на этих фермах Сколько у нас осталось там человек Безработных, бездельных Без всего Так Блин, это косяк Это мой косяк, ребята Вы же поняли, что я сделал? Я просто снес здание И, следовательно, эти трое у нас Будут ждать места, где бы им поработать Хорошо, мы сделаем по-другому Этих мы увольняем Правильно? И у нас должны будет двое назначиться сюда Еще Вернуться Правильно? Во Сейчас, подожди, смотрим У нас, получается, должен быть Один вернулся, я смотрю А другие двое, почему не вернулись? Сейчас проверим У нас, получается, без работы Раз Два Блин, что-то, короче, походу здесь накосипорил Ну, ладно Все равно его С места снять и увольняем Да И тогда сносим эту хрень Удалить Так, что у нас по деньгам? 500 монет идет Дальше Нам надо торговлю как-то раскачать Хлеб открыть можно Ну, да Блин, ну за хлеб, конечно, мы можем открыться Ну, давай, ладно Потом По-любому хуже не будет Мне вот А шмотки надо Ну, наши шмотки реально проседают Реально проседают Наверное, наверное, наверное Требуется нам с вами что? Еще одна Как ее называют? Овечья ферма Вот так ее и называют Мы ее как раз-таки бахнем Слушай, знаешь, как я родилась идеей? Смотри Они же как раз-таки у нас соединены, можно сказать Мы их можем вот так прямо Друг к другу Забор к забору, да? Не, ну это убого выглядит Тогда просто ее поставим вот здесь И все Или наоборот даже сделаем Одну раз Вторую здесь вот напротив два Во Больше овечек Больше шерсти Больше шерсти превращается в текстиль Текстиль в одежку Огонь Огонь А что с церквями, кстати, у нас? 63 не хватает Жителю не хватает домов Ну, дома ладно Они построятся А, слушай, кстати А у нас здесь надо назначить По одному человеку Пока по одному человеку Потом мы, конечно, все дела расширим Я отправлю в Аська Да, я прямо сейчас Это сделаю Значит, кого мы отправим? Ну, давай, тебя отправим Тебя отправим Ты бы там потренировалась Там уникальна по-любому У тебя уже ЦС-килл, как говорится, подрос Ну, и последнего Фэмили Вперед Кто-то писал, что, по-моему, можно отправлять Даже одного Но Единственное, я не проверил Потому что не так часто выскакивают у нас эти заказы Не проверил тот факт Что кто-то писал Как раз-таки наоборот Чем больше ты отсылаешь Тем больше ты можешь получить Обратно ресурса То есть, если Отправляем все пятерых То они приносят каждый По пять банок вина Да, кстати Я, правда, пока без понятия Всегда у нас вина будет юзаться Но мы это порешаем Значит, эту хрень мы с вами удаляем Правильно? Правильно Где у нас с вами ферма? Вот Значит, с первой фермой Разместить поле Мы сделаем следующее образом Берем вот такую, наверное, кисть И прямо вот от сих До сих Вот так вот проводим Это будет его территория Разместить Значит, твоя территория Где будет? Она у тебя будет находиться От этого дерева Вот так вот до этого дерева, да? У тебя будет достаточно длинная территория Это мы разместили И последнего товарища Мы точно так же делаем Уже от этого маленького леса И до сюда Здесь можно не бояться И не волноваться За дорожки За тропинки Они не будут сеять там Где как раз таки уже Что-то кто-то вортоптал А, кстати, слушай, точно Нам надо же удалить лес Махатя Блин Не, давай оставим эту махматку здесь прямо Она будет классно смотреться О, молочные фермы подъехали, кстати, тем временем Назначаем раз товарища Два товарища Ага Я понял Я понял Два товарища у нас нету Нам надо, получается, где-то освободить двух перцев А где мы их сможем взять? Так Ненастия Понятно, короче У нас будет сейчас, походу, дебаф по еде И это совсем меня не радует По одной простой причине, что Так, тебя мы увольняем И тебя мы увольняем По одной простой причине, что мы только начали подготавливать еду Хотя, слушай А может быть, специально это как раз к тому и ведется У нас находится производство молока и сыра Следовательно, мы сейчас будем потихонечку переходить Не только то, что выращивать Но и то, что мы можем, как говорится, сцедить Сдоить и произвести Только, опять же-таки, блин, у меня вопрос Сколько будет происходить производство молока к сыру? Один к одному? Два к одному? Три к одному? Херу поймешь У меня какая-то загадка Ладно, возвращаемся к нашим фермам И начинаем А, во, кстати, смотри Пять к одному Ты серьезно, Карл? Пять к одному? Пять молока к одному? Сыру? Да это охренеть как до хрена Это прямо охренеть как до хрена Я даже не представляю Если бы нам там, получается, потребуется коров Чтобы это все здесь можно было как-то производить Но посмотрим, попробуем сейчас Здесь на максимум ставим Они у нас вылезают аналогично Одна корова где-то там у нас внизу стоит Внутри есть Посмотрите, это черная корова даже есть Вон, видел Выделяется У нас была ачивка, помню, с вами Поршивая овца Когда появилась черная овечка Кстати, что-то куда-то надо больно быстро делать И... И, походу, ее сожрали, короче Кстати, кто-нибудь любит баранина вообще? Вот реально вкусно баранину на кости Знаете, так называемые пистолетики? Ой, боже, это охрененная вещь Кстати, а давайте заговорим за мясо Раз у нас здесь действительно очень много за мясо идут Тем приоритет по мясу Ну, если вы не мясоед или там вегетарианец Или кормишончик и так далее То есть вы можете не отвечать Но, если все-таки вы любите именно мясные продукты То в каком порядке у вас будет стоять как раз-таки данная вещь То есть мясо, точнее свинина, говядина, кура и баранина У меня, наверное, на первом месте идет свинина На втором месте у меня идет... На втором месте у меня идет баранина Потом идет кура и говядина Я говядину люблю только стейки Но, в общем понимании, конечно, стейки каждый день не будешь делать Да и вообще, как бы, в принципе, они очень такие... Ну, поднадоедают... Вот мне говядина реально быстро поднадоедает свинину Но, как бы, в огромных вариантах, в огромных вариациях можно готовить Вот именно для моего вкуса Поэтому, да, наверное, именно таким вот порядком у нас идет Но свинина топчик Баранин тоже оттуда у нас топчик Говядина, к сожалению, у вас хоть это дохера А у вас действительно реально дохера Но вы на последнем месте Значит, мне надо освободить что? Мне надо освободить, в первую очередь, два человека Где нам их взять? А вот это для меня вопрос Нам их где-то надо взять, наверное... Наверное, но это не точно У нас доски идут У нас доски идут Ну, давай тогда, наверное, с производства Вот отсюда мы сами их заберем Сейчас, да? И накинем их вот сюда Раз, два Слушай, знаешь, что нам надо будет? Однозначно Нам потребуется склад еще поставить для молока и сыра Для молока и сыра потребуется склад Где у нас он находится? А, нет, там, дожди, там не стоит Там амбар идет у нас Там идет у нас амбар Мы поставим рядышком вот в этом местечке Нам потребуется еще двоих туда Ну, наверное, есть смысл Сколько у нас не хватает вера жителям одежды? Ну, домов хватает, еды пока хватает И хоть у нас нет ненасти А, вера А, вера, вера, вера Блин, а что у нас с верой вообще? Вера у нас первая строится Вторая строится Третья анонисис строится, короче То есть надо время Хорошо Тогда, наверное, я сейчас возьму И на секундочку открою Иммиграцию Вот, через четыре дня к нам придут несколько человек И как раз таки они уйдут нас на склад Правильно? Да Ну, как-то мы проседаем, по идее Мы реально как-то проседаем Слушай, кстати А у нас Что здесь по производству? По продаже? У нас тут кто-то вообще продает? У нас сыр никто не продает? И хлеб никто не продает? Ты приколись? Ты приколись? Я не продаю эти две продукции Я думаю, ее пернабывает Что такое-то? Ладно, ну если дерево мы еще как-то там можем подтянуть Давай, наверное Доски Доски, доски, доски О, ничего себе, смотри, что у нас появилось Ваши ли мы получили новое открытие Классно Это, конечно, классно Но мне сейчас потребуется другое, наверное Вот отсюда я заберу двоих Со склада Да Одного сразу отправляем на сыр Другого на булку Чтобы больше хватало продукции Ну и, соответственно, так далее Что там с верой? Уже 30 человек Блин, у нас реально какие-то проблемы с одеждой У нас реально какие-то проблемы с одеждой Во-первых, не достраивается ни хрена Наша фермочка Одна и вторая, во-вторых Ой, ладно, порешаем Порешаем эти все проблемы Хотя это даже не особо проблемы Капельку внимания И просто так называемой аудиенции На конкретную тему На конкретное производство И все будет по фэншую У нас здесь двое работают Здесь тоже двое На шахте у нас по два человека Слушай, а у нас много вообще железа, нет? У нас дохрена руды Слушай, у нас просто дохреничь руды Нам требуется теперь одежда Чтобы можно было ее сбавлять Слушай, а если мы, знаешь, как сделаем Ой, слушай, точно, точно, точно Мы же можем закупать теперь одежду, да? Ну и могли ранее Давай-ка мы поставим вот так Что у нас хранилось Всегда не менее, предположим Деньги у нас идут Сначала давайте проверим 153 Ну давай закупим, предположим, 40 Чтобы у нас всегда находился 40 Вот так вот, правильно? Да Они сейчас закупят Мы изучим И сразу же, короче, это дело скинем Плюс увеличим потребности Наоборот, удовлетворим потребности Наши гаража У нас, по-моему, даже место Для одежды есть Да, вот оно И мы начнем сбывать руду Блин, двадцатка у нас Посмотри, у нас двадцать Блин, пропало все Ладно, подождем Че по бюджету Главное, там минус Не уходить далеко У нас эмиграция, кстати Через три дня Давайте, наверное, дождемся Этих ребят Потом уже закроемся Че церкви, блин? Одна церковь готова Кстати, слушай А у нас поднялось Тридцать жителей не хватает У нас, получается Сейчас одни уйдут В эту церковушку А другие Боже, здесь такое просто Пятно какое-то Живое Знаете, вот отсюда смотришь Просто муравьи Вот реально муравьи О, а эта церковь у нас Тоже уже готова Вот и смотри Хорошо Опа Блин, не успел нажать паузу У нас было как раз-таки Двадцать единиц на складе Хотя с другой стороны Слушай, есть у нас проблемы Может быть мы будем дозакупать Деньги-то у нас идут Торговля-то у нас идет Так, у нас сейчас будет Ухудшение погоды, да? Так, а что мы можем докупить, предположим? Раз мы это продаем Давай-ка мы будем докупать еще Что? Сырый, наверное, нет смысла докупать Молоко? Точно Единственное, знаете, что я не вижу А по чем они покупают? То есть как бы А, все Вопрос снят Все видим, все знаем, все поняли Так, короче, что-то я На эмоциях вот забыл слегка Позапамятствовал А мы будем докупать А мы будем докупать тогда Булку, наверное, да? Давай будем докупать до значения Чтобы у нас всегда было Не меньше, предположим, восьмидесяти находилось Вот так вот То есть еду мы покупаем Когда, особенно сейчас у нас Моменты такие Дебаф будет на поля работать Смотри, кстати, у нас восемь сыра пошло А мы можем где-нибудь, знаешь, что сделать Построить еще одну И, точнее, еще один рыночек И его отправить только на сыр Мы его, наверное, знаешь, когда же здесь сделаем У нас большое количество домов Большое количество домов как раз в этом районе И вот тут мы тебя где-нибудь, друг, сейчас и бахнем Прямо вот тут, наверное, да? В этом местечке Будет продавать сыр у нас Раз И продуктовая лавка А, слишком много, я понял И еще одну тогда лавку мы сделаем другим образом Где она находится у нас Рыночек Мы его разместим Продуктовая лавка Где-нибудь здесь на горе Прямо вот в этом О, идеальное место, смотри Начать строительство Еще по деньгамам 413 у нас, окей Булк у нас, наверное, докупается Довозится Сыры у нас пошли И, кстати Да, у нас три молока Десяток находится Сырок здесь уже Но это надо будет нам все перекинуть О, стоп У нас тут кто-то бросит наша аудиенция Пойдем посмотрим, что она от нас хочет Так Рыба Слушай, ну рыба, по-моему, у нас Беспроблемно вообще идет И мы, наверное, сейчас с вами выберем кого Король Хижина охотников Мясо будет Стопудово, да? Давай тогда королю Вот, и сразу отправляем Шикарно Плюс получили сразу 200 голды Плюс респект Но нам это, правда, не хватает до хижины Надо немножечко подальше Кстати, слушай, а что она не разблокируется? Разблокирует хижина охотники Мещание Требуется 20, у нас 15 Я понял А, у нас 4, ё У нас 4 величия Через сколько у нас там эмигранты придут? Через один день Все, последних принимаем и закрываемся У нас еще и колодцы построились Слушай, а лавки у нас построились Вот эти или нет? Что-то я их воткнул И забыл, куда я их, блин, поставил Ну ты даешь, говорится Ну ты серьезно, блин Нет, они еще не построены О, как раз-таки пришли Все Close the door, как говорится До свидули Это у нас хлеб продают Блин, куда я его впендюрил, пацаны И девчата А, ну да, как же они подскажут Это же ролик, это же не стрим, блин Хотя, знаешь, что, кстати? Вот здесь мы можем убрать И поставить где-нибудь В одном, вот в этих двух местах Мы поставим сыр Продажа сыра Правильно? Да А у нас здесь все работают У нас здесь все занято Как раз-таки Немножко сделаем Распространение Данного товара Так, здесь у нас ягоды Нам это неинтересно А мы сейчас посмотрим Если это достроилось То есть там, наверное А, нет, они еще начали строительство Да, только начали У нас по дереву Очень сильные Парасадки тут Прям очень сильные Что они там вообще вырубают? О, слушай, ну они молодцы Они очень неплохо Здесь уже подрубили Прям действительно молодцы Неплохо А склад? А склад еще строится Ждем дерево Все опирается в дерево теперь Кстати, дерево Знаете, что мы с ним сделаем? Мы дерево с вами продавать Не будем больше Временно Надо только Чтобы дождик скорее кончился У нас видишь У нас полей У нас все будет перерабачиваться В пшеницу В пшеницу, в муку Кстати, мука Точно У нас одна будет проставить Мы этих товарищей увольняем А эту хрень Мы сейчас снесем Как раз-таки у нас будет Два новых человека Иначе у нас слишком Но они просто стоят без дела Короче, просто тут поставят без дела Да, увольняем А назначим их на овечью ферму Раз И Два Так, создаем шмотки Ой, шмотки Господи, шмотки создаем Создаем овечек Я бы думал Будет достаточно А что у нас там А, у нас опять одежда пропала Блин, только что было И Бац Все исчезло Что с потребностями Не хватает одежды Ну, смотри Вера не хватает Ну, еды не хватает Короче, да Не хватает одежды И еды Блин Вот если бы не дождик Вообще-таки проблем бы не было Хотя у нас есть и сыры И ягоды Вроде все поступает А, кстати, рыночек построил Блин Не тот я делал Ну, ладно Рынок построился Но, к сожалению, не тот Тот где-то здесь находится Сейчас я его найду Ты Нет, не ты Вот он там Да Да, вот он у нас Значит, и ты будешь продавать У нас только сыры О, у нас и амбар подъехал Смотри Назначаем раз-два Значит, складирование Здесь будет у нас Молоко 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 И сыр Мне каким-то раком Надо получить 20 одежды Хотя у нас Постоянно появляются Они на складе Тот 22 прыгнет Тот 23 Но водяши Сразу раскупают Мне надо это получить Чтобы я мог продавать Железо и руду Хотя, подожди, стопа У нас руда же здесь не продается Продается только уголь И само железо Сами слитки Интересно Интересно А где у нас они находятся? Вот тут у нас находится Дерево, уголь Железная руда Но чтобы, опять же Получить слиток Надо ее будет переплавить С помощью угля У нас идет один уголь Два железа Один слиток Равняется Не, ну я не хочу пока Дерево конвертировать Нет смысла Я как-то даже сразу Не обратил внимания Это дохер Для гоню за этой штукой Непонятно У нас еще и этот рынок Построился Так, назначить И продаешь сыры Надо будет построить Еще несколько Ну как несколько Еще одну так точно Надо будет поставить сыроварню Чтобы они начали Здесь все дело производить Что у нас хотят Опять войны Да Отправить Окно миссии Как раз Там все деньжата Не помешают Это у нас тут какая-то Тотальная закупка Всего пошла Вот так сделаем И отправить Боже, дождик Ну давай Вырубайся Ну реально 50% зерна Ну это прямо сейчас Как серпом по яйцам Ну это песец Ну и ладно Ну и хрен с этим дождем С едой мы по-любому Сейчас разберемся Точно так же Как и с сыром Тогда на этом моменте Я с вами сегодня И попрощаюсь А в следующей серии Мы увидимся 100% тогда Когда уже будет у нас солнышко Да А то уже минут 10 Я сижу И что-то ни хрена У нас тут с вами Погода-то и не меняется Все Ребятки Понравилась серия Втыкай ролику лайк Ждешь следующую Втыкай лайк Ни хрена не нравится Втыкай диз И все Всех поднял Обнял Поцеловал Покеда